Привет-привет, с вами Лилия Донскова и сегодня мы с вами будем говорить об уходе за телом. Мы очень много времени посвящаем уходу за лицом, декоративной косметике, приводим волосы в порядок, одежду, но очень часто мы забываем о том, что тело тоже требует ухода и не менее тщательного. И сегодня вы видите перед собой самую малость из всей моей коллекции ухода за телом. И я расскажу вам свои лайфхаки, то, что помогает мне содержать кожу в полном идеальном состоянии. За свои 44 года я очень многое перепробовала. Хочу сказать, что секреты, они в общем-то очень простые. Что нужно делать? Принимать душ с гелем. Я вам покажу свои любимые гели. Это гель Эссенза с ароматом лимона и вербена с натуральными маслами. Это серия. Я просто обожаю. Великолепное чудо. Очень мне нравится, что здесь есть дозатор. И мне безумно нравятся серии из Love Nature's коллекции. Великолепные такие бутылочки. Приятно держать в руках. Тоже удобный дозатор. Потому что через маленькое отверстие выделяете столько геля, сколько вам нужно. Очень концентрированный, классный гель. То есть первым делом нужно смыть все тело. Отмыть его от выделений, которые кожа делает каждый день. Кто-то говорит, мыться каждый день вредно. Я с этим поспорю. Ну как же? Кожа работает, поры. Через поры выходят отходы работы нашего тела. Это нужно все смыть. Поры должны быть чистыми и тело должно дышать. Даже если человек заболел, то обязательно нужно купаться. То есть через поры выделяется все, да, интоксикация идет. Если вы успеете, очень вам рекомендую прикупить себе вот такое вот полотенце. По-моему называется Арумба. Вот такой вот тряпочкой, кусочек ткани какой-то, да, непонятно. Это великолепная штука для отшелушивания кожи. Во-первых, смотрите, как удобно. Оно большое, и то есть можно потереть себе спинку. Ножки, попку, да, все мы достаем везде. Можно просто свернуть так, как мочалочку, хорошо все пройтись. Буквально капля геля и вот эта вот тряпочка превращается в такое чудо-пенное сооружение. При этом чудесно отшелушивают мертвые клетки. То, что нам с вами и нужно. Потому что мертвые клетки, они старят кожу и не дают открыться новым, молодым, бодрым, свежим клеткам, которые и делают кожу такой вот красивой и румяной. Я недавно была в бане. Перед этим я как раз хорошо-хорошо купалась с этой вот мочалочкой, с этой тряпочкой. И когда я пришла в баню, то в парилке обнаружила, что у многих слазит мертвая кожа. Прям вот так ошметка. То есть кожа, когда вот начинаешь так тереть, она отпаривается и вот скатывается прям много мертвой кожи. Сколько я не терла, у меня не было вот этих катушек. То есть настолько шикарно идет пилинг вот этим вот полотенчиком. И, кстати, в Турции, если вы были в Турции, в хамаме, то именно вот из такой ткани сделаны вот рукавички, которыми одевают парильщики, да, купальщики. И они тоже пенкой отшелушивают кожу. То есть это все можно сделать дома. Свой домашний хамам просто великолепен. Еще для купания рекомендую такую вот щетку. Она есть у нас в постоянной коллекции. Ребят, это не зубная щетка. Это щетка для тела тоже. Можно достать везде спинку. И с этой стороны, и с той. И все тело, и ножки, и ручки. Только очень аккуратно работаем с зоной груди. Потому что вот эта вот кожа, она точно такая же, как и на лице. И ухаживать за ней нужно так, как за кожей лица. Что еще классно делает эта щеточка? Помимо того, что она великолепно отмывает, мы на нее также можем капнуть или скраб для тела, или гель. Она чудесно отшелушивает тоже мертвые клетки. Особенно вот часто бывает на бедрах, бывает такая гусиная кожа у кого-то возникает. Вот супер! Почаще просто отмачивайтесь, да, отпаривайтесь. И шелушите, отшелушивайте, и будет кожа гладкая и нежная. Это по поводу щеточек. Сейчас мы поговорим с вами про скрабы. У меня вот сейчас два скраба. Еще я очень люблю медовый скраб. Он просто великолепный. Вот такой скраб, скорее всего, сложно сейчас приобрести. Стеришь, видишь, спает. Такая ситуационная, по-моему, была коллекция. Но я ими запаслась, потому что скраб очень напоминает медовый. Такой хороший пилинг. Хорошо прям. И пенится в то же время. И я его также использую просто на мочалку. Но вот этому скрабу из коллекции тоже, видишь, спа с имбирем, я хочу посвятить целую оду. Потому что это не просто скраб, это скраб-волшебник. Магия. Просто благодаря этому скрабу творится магия. Можно использовать в бане, в душе, после принятия в ванной, как угодно. Но скраб очень своеобразный. Он с маслами. Поэтому, когда вы его наносите на кожу, после того, как помылись, используем скраб, его желательно подержать на теле. И может после смывания возникнуть некое даже, может быть, какое-то неприятное ощущение, что как бы кожа липкая. Это немножко обманчивое впечатление. Нужно просто промокнуть тело полотенцем, не вытирая. А просто промокнуть и дать маслу впитаться. И вот после того, как масло впитается, то, которое в скрабе, вы не узнаете свою кожу. Во-первых, в скрабе настолько мельчайшие частички, отшелушивающие. Великолепно прорабатывается все тело. Кожа становится такая чистая и мягкая. Масла напитывают кожу. И даже нет потребности наносить уже какой-то крем. Потому что скраб уже все сделает. По поводу этого скраба хочу сказать такую вещь. Я с ним делаю ход за руками. Перед тем, как сделать маникюр, я распариваю ручки. Добавляю масло. Кстати, забыла масло взять. Но расскажу о нем так. Добавляю масло. Сейчас вышла новинка масла с авокадо. Чудо просто. Добавляем его в теплую воду. Отпариваем ручки. А потом вот с этим скрабом делаем вот такой вот пилинг, растирание. Всю кутикуу прорабатываем. То есть все ручки повыше прямо делаем. Потому что вот в этих заломах очень часто у нас скапливаются мертвые клетки. И кожа выглядит старше, чем хотелось бы. Чтобы не стареть, чтобы выглядеть классно, молодо, мы делаем вот такой вот скраб. Потом все смываем и уже обрабатываем самостоятельно ноготочки. Можно еще потереть щеточкой. Я обожаю нашу щеточку на деревянной основе. Тоже забыла ее приготовить. Хорошо проработать сенкоточки и отодвинуть с кутикулы. Маникюр делать очень легко и просто. Если хотите, могу как-нибудь показать. Далее. Очень часто возникает проблема с тем, что сухие, например, пятки. Да, вот кожа на пятках сухая. Или вообще ноги на ногах кожи сохнет и некомфортно. Возьмите, распарьте ванночки, ножки. Хорошо прям распарьте. И нанесите толстым слоем вот этот скраб. И посидите минут 15. Просто посидите. Можете вытянуть ножки. Посмотрите какую-то веселую передачу или концерт. Все, что вам нравится. Посидите. Потом помассируйте. Хорошо, хорошо проработайте пяточки. Между пальчиков, всю кутикулу. Возьмите специальную пензочку. И ей еще дополнительно потрите, пошкрябайте. И потом все тщательно смойте водичкой. Нанесите для ног крем, масочку какую-то. У нас очень большой ассортимент. Можете использовать все, что вы любите. Все, что вам нравится. И если есть носочки наши хлопковые, оденьте их и ложитесь спать. Если нет носочков, тоже эффект будет просто потрясающий. Потому что, ну, это магия. Вот в этой баночке целое 250 грамм магии. Обожаю этот скрафт. Всегда есть дома. Всегда пользуемся. И всем рекомендую. Далее. Мы поговорим с вами об пяточках. Давайте о пяточках. Потом вернемся к телу. У нас есть такая пилочка. Ее в простонародье называется. Что? Шоль? Пилка Шоль. Ничего. Что? Сначала хрень какая-то. Как она называется? Да я откуда знаю. Нет такого простонародья. Хорошо. Положи ее на место и... Есть у нас вот такая пилка электрическая на батарейках. Вот так вот включается, выключается. У нее здесь специальная есть насадка. Она сменная. Я вам могу сказать, что ничего особенного я в этой пилке не увидела. В общем-то, если сравнивать с обычной пилочкой, тоже с пеночкой, то, в общем-то, разницы большой я не вижу. Единственное, что, конечно, удобно. Потому что она сама двигается. Она еще создает звуки прикольные. Я ей пользуюсь иногда просто на сухую. Когда, например, нужно быстро накинуть босоножки, я вижу, что пяточки не совсем идеальны. Я быстренько достаю эту пилочку. Включаю. Пробегаю по сухим участкам. Она моментально отшелушивает все мертвые клеточки. Выравнивает кожу. Но то же самое, в принципе, можно сделать и обычной пилкой. Просто на сухую вот так протереть, проработать роговевшие клеточки, удалить их. Можно быстренько увлажнить легеньким кремом, чтобы кожа выглядела свежо. И нарядить босоножки. Так. И далее мы с вами поговорим про питание. Питание тела. Вот у меня несколько кремов разных. Сейчас вот мой фаворит. Это с миндалем крем. Очень люблю. Еще обожаю крем вот в таких бутылочках. Мне нравится с ароматом жасмина. Я его просто обожаю. Кстати, как раз выписала, только получила новинки. Серия Эссенза. Очень часто бывает в каталоге. Обращайте внимание на эту серию. Потому что она лучшая. Но она, конечно, и под самой политики гораздо выше, чем, например, вот такой крем. Сейчас я очень люблю этот крем с миндалем. Серия Love Loving Care. Это семейная серия. В ней очень много продуктов. Они мне все понравились. И упаковка приятная, такая свежая, чистая, чисто в шведском стиле. Крем великолепный. И легкий, и питательный, и аромат просто сногсшибательный. Вот, классный. Как часто я пользуюсь кремом? Практически каждый день. Потому что кожа, после того, как мы ее помыли, отпеленговали, и она требует питания. Если скраб, например, я использую раз в неделю. Гель каждый день и крем практически каждый день. Потому что это необходимость. Далее. Кремы бывают разные. Есть кремы с блестками. Их я использую перед выходом на улицу. Вот, когда кожа подзагорит, это очень красиво. Когда ножки такие с легким отливом. Они очень так дорого, холено смотрятся. Я ношу его на руки, на ноги, то есть на открытые участки тела, чтобы блеснуть. Поэтому смотрите, когда бывают какие-то коллекции с блестками, берите на лето или на отпуск. Это очень классная фишечка. Далее обязательно нужно уход за телом. Уход за местами, которые подвержены целлюлитам. У меня вот есть два продукта. Один вот такой вот уже с массажером. Но, честно говоря, слабенький массажер. Ничего особого я в нем не вижу. Есть в серии Шведиш Спа. Обратите внимание, такая же упаковочка. Шикарный антицеллюлитный крем-гель для тела. Я его просто обожаю. Как я им пользуюсь? Искупалась, промокнула тело полотенцем. Наношу на проблемные участки этот крем толстеньким слоем. Беру массажер. Кстати, это массажер для головы. Но он настолько классно продирает, согревает всю поверхность кожи. И я им пользуюсь для тела. А какая разница? Очень удобно. Между пальчиком держишь, потому что он не выскользнет. И когда вы увидите его в продаже, он частенько бывает. Или в премьер-клуб каталоге. В основной коллекции может быть. Обязательно возьмите. Очень удобная вещь. И я начинаю прорабатывать все участки. Животик, бедра, ягодица. Этим массажером. И кожа начинает просто гореть. За счет этого крем лучше впитывается. И активнее начинает работать. Я не оборачиваю тело ни в какие пленки. Я не издеваюсь над кожей до такой степени. Уж я не фанатка вот этого всего. Но проработать до такой степени, чтобы прям пошел жар, классно. И именно это сделать нужно перед тем, как вы готовы нырнуть под одеялочку. Потому что согреваясь под одеялкой, крем будет работать еще эффективнее. Это просто классно. И у нас есть шикарное средство для бюста и живота. Я тоже с удовольствием пользуюсь. Великолепно все разглаживается, напитывается. Это такой чудесный гель. И кожа, вот после применения вот этих средств, она чувствует себя, как после хорошего сеанса массажа. То есть она прям тонизируется, она в тонусе, становится упруга. Соответственно, если мы говорим о постоянстве, то помните о том, что только постоянство приводит к результату. Если вы будете делать антицеллюлитный массаж раз в 3-4 дня, раз в неделю, эффекта не будет. Нужно делать каждый день. Хотя бы курсами. Сделали 2 недели, можно сделать перерыв, отдохнуть. В принципе, можно пользоваться регулярно. Если у вас эта проблема, то значит нужно коже помогать, чтобы проблема от вас сбежала. Вот я вам, пожалуй, все рассказала про наши серии, средства. Конечно, их очень много. Я их все обожаю. Но вот сейчас у меня это мои любимчики. Ну что, я вам желаю... А, еще одно средство. Да, тоже очень важное. Это дезодорирование кожи. Я использую дезодорант Хэпидизиак. Как вы уже, наверное, заметили, это мой любимый аромат. Прекрасно держит... Просто, да, просто... Наношу его на подмышечные хладинки. Даю ему высохнуть полностью. То есть он должен впитаться. То есть руки надо подержать вот так вот. И еще одно средство, которое я прям рекомендую. Это тальк для тела. Это выжим-магия. Здесь есть специальные такие отверстия, через которые мы небольшое количество. Можем взять на руку и нанести на тело. Я наношу тальк на те зоны, которые особенно влажные, да, под одеждой. Это тело, под мышками, тут, где руки прикасаются, ноги. Это такое чудо. Тальк впитывает в себя испарение тела. И кожа сухая и гладкая. Это очень комфортно, когда у тебя стоит такая жара летняя. Я вам очень-очень это рекомендую. Также можно использовать и для ног. Потому что ножки тоже у нас потеют, натирают. А это снижает риск натереть мозольки. Вот такая небольшая у нас обзорная экскурсия по моей коллекции ухода за телом. Я вам, конечно же, желаю красоты. И расскажу сейчас одну маленькую историю. Я познакомилась с женщиной, которой уже около 70 лет. И у нее чудесная кожа. То есть обычно у женщины начинают уже морщины появляться на теле. Тут, где-то там, тут все. А у нее прям кожа шикарная. И я ей задала вопрос. Как вам удалось содержать тело в таком порядке? Она у меня спросила. А вы крем мажете? Я говорю, конечно, мажу. Она говорит, вот именно вы мажете. А я его накладываю. То есть не надо экономить. Если вы взяли баночку крема, не надо ее растягивать на дыр. Дайте телу питание. Напитывайте его. Очищайте и напитывайте. И будет вам красивая, ухоженная кожа. До новых встреч в моих видео. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Обязательно ставьте лайк. Для меня это очень приятно. И до встречи. Отличного всем лета.